Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 31 октября, и давайте начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар нисходящая тенденция, которая началась 26 октября, на текущий момент продолжается. Мы торгуемся вблизи максимальных значений, которые мы видели вчера, в понедельник, в области 1.1657. И пока пара не смогла преодолеть данный уровень для часового таймфрейма, основная тенденция остается также на снижении с ближайшими целями ухода уже за отметку 1.1593. В свою очередь, если мы увидим закрепление выше максимальных значений понедельника, то это уже даст предпосылки на начало коррекционного восходящего движения по данной паре в область 1.18. С завершением коррекции которой мы сможем уже так же присоединиться вновь к нисходящей тенденции, которая преобладает на старшем таймфрейме. Пара британский фунт и американский доллар продолжают укрепляться. Тенденция на укрепление в рамках часового таймфрейма началась вчера после преодоления максимальных значений пятницы. И на текущий момент это направление развивается. Ближайшие цели по восходящему движению это закрепиться выше отметки 1.3218 и далее двинуться уже на 1.3269. Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений понедельника, а именно уход за отметку 1.319. Пара американский доллар и японская иена продолжает снижаться. Также вчера в понедельник началось коррекционное нисходящее движение по данной паре. И на текущий момент ближайшие цели это закрепиться ниже минимальных значений понедельника, то есть уйти за отметку 1.113 ровно. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений понедельника закреплением выше отметки 1.113.83. Пара американский доллар и канадский доллар на текущий момент продолжают свое восходящее движение. Торгуются в достаточно узком диапазоне. Вчера не смогли обновить ни локальный максимум, ни локальный минимум. На текущем момент ближайшая цель по восходящему движению это закрепиться выше максимальных значений понедельника, то есть уйти выше отметки 1.2864. Ну а начало коррекционного нисходящего движения будет актуально после преодоления минимальных значений все так же понедельника закрепление за отметкой 1.2810. Пара американский доллар, канадский доллар на текущем момент находится в восходящем коррекционном тренде, которую мы отмечаем на часовом таймфрейме после преодоления максимальных значений пятницы. И на текущий момент данная тенденция сохраняется. Уход ниже и закрепление за отметкой 76.54, это минимум, который был зафиксирован вчера, уже возвращает нас к продажам по данному активу и свидетельствует о завершении данной небольшой коррекции. В свою очередь продолжение восходящего тренда получит подтверждение после преодоления максимальных значений понедельника уход выше отметкой 76.95. Пара евро-фунт на текущий момент продолжает снижаться, тенденция на ослабление сохраняется и ближайшие цели это уйти ниже минимальных значений понедельника, отметка 87.92. Закрепление выше максимальных значений вчерашней торговой сессии уже вернет нас к покупкам по данной паре. Это уровень 88.47. По золоту вчера также мы видели обновление максимальных значений пятницы, закрепились выше отметки 1273 доллара за тройскую унцию. И на текущий момент в рамках часового таймфрейма мы также видим развитие восходящей тенденции. Ближайшие цели это закрепиться выше отметки 1279 долларов за тройскую унцию, максимум, который мы видели вчера. Ну а ближайший разворотный уровень располагается на минимальных значениях понедельника в области 1268 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает укрепляться, штурмует новое максимум. Ближайшая цель по восходящему движению это отметка 61.14, далее 62.57. Уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в понедельник, а именно за 60.15 вернет нас уже к продажам по нефти марки Brent, по крайней мере в каткосрочном часовом таймфрейме, и далее мы можем уже увидеть развитие снижения по данному активу. Ну и по биткоину. На текущий момент мы видим, что вчера биткоин торговался у своих исторических максимумов, доходили до отметки 6218, и именно там находится ближайший уровень сопротивления. Ближайшая цель для продолжения восходящего движения по биткоину это закрепиться выше отметки 6231. Уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, вернет нас уже к коррекционному нисходящему движению по данному активу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, ваши вопросы оставляйте под комментарием к этому видео. Если вам оно понравилось, то ставьте лайк, и увидимся уже на наших следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания. Продолжение следует...